Уриэль Гранат По классу Волторны у профессора Юрия Щеглова В 17 лет репатриировался с матерью в Израиль В Израиле получил вокальное образование у кантора с мировым именем Хайма Элеезера Герштика В 2006 году записал с учителем музыкальный альбом В 2007 году признан исполнителем мирового уровня в области классического и духовно-литургического вокала Министерской квалификационной комиссией Государства Израиль В 2011 году вернулся в Россию В 2013 году Уриэль пригласили в оперную труппу Воронежского театра оперы и балета Где он исполнял ведущие оперные партии драматического тенора Партию Манрика в Трубадуре в Верде Канио паяц Леон Ковало Пел Каварадоси в опере Тоска Пучини Партию Германа в Пиковой даме Чайковского Уриэль Гранат Солист хора Московская мужская еврейская капелла И хора Москоу Ораторио Под управлением Александра Целюка Ведет активную концертную деятельность в России и за рубежом В Израиле также получил техническое образование в сфере автотранспорта Коллекционирует и реставрирует советские ретроавтомобили С 2013 по 2020 год служил кантором в Воронежской синагоге Увлечения, коллекционирование часов, автотуризм, путешествие с женой Жена Юлия, оперная певица, вокальный педагог Ведущая солистка Воронежского театра оперы и балета Выпускница Московской консерватории Мы эхо, мы эхо Продолжите Мы звездное эхо друг друга И даже в краю наползающей тьмы За гранью смертельного круга Я знаю, с тобой не расстанемся мы Мы эхо, мы эхо Мы долгое эхо друг друга У меня аж кипа упала Волосы стали на голове шевелиться От прекрасного фильма Да, я думал, что Анна Герман исполняет лучше всех А в вашем исполнении это шедеврально, бесподобно К комплиментам мы еще подойдем Но Воронеж очень еврейский город Мы там были Вот как раз, наверное, год назад Сразу после Нового года или перед Новым годом Это было? Да, холодно еще было Это значит, март был И они гордились Воронежцы Своей шикарной миквой Да, синагога и миквой Там старинная синагога Построенная по личному разрешению Николая II И, собственно, ее строительство инициировала Община бывших кантонистов Вообще таких синагог, насколько я знаю, в России две Одна из них в Петербурге И другая в Воронеже То есть это люди, принесшие невольно свою свободу Молодость, жизнь, лучшие годы своей силы Службе в царской армии Прошедшие неимоверные мучения, издевательства Сохранившие свою веру И вышедшие, отслужившие с честью герои, солдаты Вышедшие потом в отставку И на свое скудное пенсионное жалование Они собирали эти деньги и строили эти синагоги Одну в Воронеже, одну в Петербурге Надо сказать, в Москве еще похожа хоральная синагога Ну, знаете, я точно не могу сказать Но про то, что знаю, говорю, да Про Воронеж и Петербург мне известно доподлинно В Воронеже еще у синагоги есть уникальная особенность Один из главных, по-моему, главный спонсор реконструкции И возрождения этой синагоги, кстати, не еврей Герман Хан Герман Хан и второй владелец радио Михаил Гуцериев Синагога была названа после реставрации именем его бабушки Ее фамилия была даже на мемориальной доске Межибовская Межибовская Фридман А вот Герман Хан Посвящена ее памяти А Михаил Гуцериев, который тоже вкладывал, по-моему, гигантские средства В восстановление этой синагоги Не евреи, но человек, который проникся величием и нужностью Этого религиозного заведения для воронежцев и вообще для России А вы знаете Лизу Фрайман воронежскую? Это наша очень хорошая приятельница Лиза Фрайман, известный кулинарный блогер Она написала замечательную книгу по рецептам еврейской кухни Да, Лиза Фрайман Воронежский, абсолютный человек Ну, мы вас познакомим А в каком районе Воронежа вы родились? Район пивзавода Район пивзавода Да, и вообще такое колоритное место на самом деле Улочка моя, где я родился Это бывшая Складская, улица Еремеева Это такое место, в нем хорошо находиться творческим людям, писателям Может быть, там можно почерпнуть сюжеты для каких-нибудь фильмов Потому что это тупик железной дороги Это гудки Это запах гудрона Это гудки локомотивов Это большой железнодорожный узел пути Локомотивное депо Я вырос фактически в локомотивном депо В наш двор, состоявший из домов Хрущевок Выходил маневровый путь Я помню маленьким ребенком Я два раза сильно испугался Когда локомотив пробил ограждение тупика И клюнул носом, упал на улицу Я этот грохот до сих пор помню И один раз нас часто отключали воду И мы шли набирать воду в котельную И там стоял Был очень узкий проход между стеной котельной И локомотивом маневровым И когда я был маленький и проходил мимо него Локомотив неожиданно дизель завели возле меня Вот, как я не остался заикой, я не знаю Я не знаю Он грохотал, наверное Ну, представляете, да еще вот маленький ребенок Оказывается, буквально вот в таком промежуточке Стена кирпичная И вот стоит локомотив И вдруг он заводится Его заводят резко Там такой эффект Что взрослому мало не покажется Ну, в общем, такую вот железнодорожную закалку я получил А вот аэрофобия есть? А есть поездафобия? Нет, у меня нет Есть же поездафобия? Нет, у меня скорее поездафилия Вот, я люблю очень железную дорогу Люблю поезда И все, что связано с железной дорогой А на какой самой большой площадке вы выступали с концертом? Так, зал Чайковского в Москве Так, что вот это, где вы меня видели недавно, это арена Вы имеете в виду по численности зрителей или по значимости? По значимости, по численности, по масштабу По дороговизне сердца, например Тогда надо начинать с другого Это, конечно же, зал консерватории И, значит, Малый зал, Рахманиновский зал Вот, зал Чайковского Это такие святые места для любого Намоленные места для любого классического музыканта Они вдохновляют, они не покидают тебя никогда Да, это событие, большой зал консерватории Где тоже довелось спеть Это не покинет тебя никогда Для музыканта это вехи жизни Каждый подъем, каждый выход на такую сцену Да ни с чем не сравнимо Ну давайте тогда с самого начала начнем И пойдем по фабуле развития нашей истории Понятно, что вы родились в Воронеже Да Что это был за город того времени? Примерно, ну вот сейчас С высоты прожитых лет Вот если сравнить его, например, с Москвой Или с жизнью в Израиле того времени Вот что это был за город? Город, старинный русский город С богатой историей В котором Петр Первый строил флот Город-миллионник Столица Черноземья С прекрасной природой С прекрасной землей Интересный, красивый Ну, к сожалению, он был во время Великой Отечественной войны Разрушен на 95% И, насколько я знаю Сталин всерьез задумывался о том Чтобы не восстанавливать его Потому что мирное население его покинуло И он был разрушен камня на камне Буквально не было Он по праву считается таким Малым Сталинградом Чижовский плацдарм Это как... Ну, или Большой Мариуполь В общем, крови пролилось очень много Крови пролилось очень много И это не могло не оставить на нем Свой отпечаток и след Вообще, Воронеж Воронеж не является моим коренным местом Да, я там родился Так как моя мама там училась В Институте искусств Который тогда только что открылся Мама вообще... У нас широкая география семьи Потому что мой дедушка Мой дед был военнослужащим Был моряком Капитаном второго ранга Герой, прошедший войну Кавалер множества наград Невероятно талантливый И одаренный человек Кстати, фамилию которого я ношу Гранат, это его фамилия Значит, семья у нас была интернациональная Значит, моя мама еврейка Отец покойный украинец Значит, но... Мои родители развелись Когда мне было всего 4 года Я рос бы без отца И во многом функции отца Легли на деда Вот, в чем-то Значит, он сам мой дед Фигура очень примечательная Он родом из такого глубинного села Под Киевом Из Фастовского района Из многодетной, беднейшей Крестьянской семьи Шестеро детей Земляной пол Соломенная крыша Хата-мазанка И ни одного айфона Одни валенки Значит, на всех И он единственный Вот я расскажу Это очень примечательная вещь Он единственный Кто из этой многочисленной семьи По-настоящему вышел в люди И вышел в люди Благодаря лампочке Ильича Как ни странно, да? Когда после революции В село протянули электричество И появился первый столб С лампочкой Он, будучи подростком Буквально целыми ночами Ходил под этим столбом И мечтал понять Как горит лампочка Что это за чудо Для него это было Равно сильно Летающей тарелке НЛО Ну, понимаете Человек вырос при лучине И тут горит лампочка У него была мечта Узнать, как работает электричество Он очень хотел учиться Ну, а крестьянских детей Они выпускали тогда В город Но он очень хотел И бежал Бежал в Харьков Пришел в Электротехнический какой-то техникум Или что-то такое Заведение учебное Его оттуда благополучно отправили Никто даже с ним не стал разговаривать Он остался один Города никогда не видел Ничего выше хаты, мазанки А тут он попал в город Оказался на бульваре На скамейке Идти некуда Жить негде Кушать нечего Кто-то подсел к нему Выслушал его историю И отвел его за руку В приемное отделение Театрального института Можете себе представить метаморфозу Человек хотел изучать электричество Мало того Он говорил Тилькина Глубинной украинской мови Размовляв Он не знал по-русски Только два слова Что и где У него был очень такой Глубокий украинский язык Его привели в приемную комиссию Читать он не умеет Стихов не знает Такой красивый деревенский парубок Парниша Лет 15-14 Может быть 16 Я думаю что-то вот такое Подросток Да 15-16 лет Хорошо Ну говорят так Читать не умеешь Стихов не знаешь Представь себе Что ты идешь И на тебя движется стена огня Твоя реакция Ну хотели увидеть его Актерские данные Он говорит Я шел-шел по всей сцене Та и упав Он упав так комично Что что-то их зацепило И они его взяли Его взяли Без документов Не знаю как они его оформили Его взяли в театральный институт Дали общежитие И он проучился первый курс А в конце первого курса Приходит комсомольский набор И говорит Слушай парень Есть такая профессия Родину защищать Он страшно обрадовался И его берут И переводят В Ленинград Высшее военно-морское училище Имени Фрунзе Где преподают Белые офицеры И вообще благородные дворяне Сошедшие с картин Но те кто не уехал в Париж А остался в России Перешел на сторону советской власти Мало того Он попадает на пограничное время Двух флотов Парусного и уже механизированного Он со своим что и где Оказывается среди пушкинского Русского языка Чтобы овладеть по-настоящему русским языком Он берет выброшенные газеты И зачитывает их от заголовка До тиража Сотнями раз каждое слово Пока не получает идеальную русскую речь И полное знание русского языка Затем он попадает Прекрасно отучившись Он попадает на высшие офицерские курсы Которые были ничем иным Как разведучилище Можно я маленькую ремарку вставлю? Слушайте, ну это подло Что? Так с человеком поступить Он Поучился в год в театральном Он видел себя актером А потом власть Раз его сломала? Нет, его не сломало Наоборот Наоборот Он был невероятно рад этому Он был очень рад этому Потому что он не видел себя актером Он приехал изучать электричность Он хотел быть электромехаником Электромонтером Инженером Кем-то, кто связан с электричностью Это была его мечта То есть это был спасительный канат? Это был спасительный канат Да, его просто Он остался на улице Одинокий подросток Прибежал Добрался каким-то образом в город Где ему негде жить Он же отучился год В общежитии Да, да Комсомольские наборы Гуляли по всем видам вузов Особенно культурологические Связанные с культурой Потому что стране были нужны военные Даренко очень часто рассказывал Об этих наборах Когда он даже говорил Как нужно себя вести Чтобы они Ты не подошел им Разведчикам Нет Он такой цели совсем не преследовал Он наоборот очень хотел И попал туда, где ему понравилось Его отвезли в Ленинград Бросили Да, забыл рассказать Прежде чем туда попасть на обучение Их бросили в штормовое Балтийское море На корабле на несколько дней Первый тест Это переносимость морской болезни Половина списалась сразу Позеленев от качки А он со своим мощнейшим здоровьем Прекрасно подошел И остался учиться Вот Почему я так далеко зашел Разговариваю Дело в том, что С ним также связаны И мои еврейские корни Самым необычным путем Он вообще считался По национальности украинцем Но носил фамилию Гранат И когда-то И вся их родына Вся их семья Многочисленная Это папа-папа По-моему Вот И там интересная история Дело в том Да, это крестьянская Украинская семья Глубинная Но Лет за 150 Может быть даже 200 До этих событий В это село По местному преданию Попал некий парень Носивший эту фамилию Он был евреем Кто он был Точно было неизвестно Раненый солдат Беглый узник Никто толком не знал Было слишком давно Но он остался Его вылечили Выходили В этом селе Дали ему приют И он там женился Остался И пустил Свое потомство Свой род там И эта фамилия Стала Распространена Меня как-то в Иерусалиме Забегая вперед Один из раввинов Моих преподавателей В Ешире Где я учился Спросил Откуда у тебя Такая известная Родовитая Еврейская фамилия Не представляете Из украинской глубинки Под Киевом Из беднейшей Крестьянской семьи Так вот Значит Дедушка попав В этот самый Высшее морское училище Минифрунзе Да Попал на высшие Офицерские курсы Где изучил Английский язык На уровне носителя То есть Так чтобы Англоязычные люди Могли его принять За своего Он в совершенстве Знал английский С диалектами Акцентами Произношениями Его в разведку Не отправили Потому что У него были Волосы Вороное крыло И он сильно Не походил На англичанина Внешне Но после победы В Мурманский порт Приходили Когда приходили Британские моряки Были совместные Какие-то мероприятия Фуршеты Офицерского состава Спортивные игры Команд И так далее То его привлекали Как военного переводчика И он настолько Великолепно разговаривал Что англичане Были от него без ума Это говорит о мыслительных способностях Или о слухе идеальном Вы знаете Способностей он был невероятных И очень многосторонних Он великолепно владел И высшей математикой И астрономией Потом после войны Он преподавал В Мурманском военно-морском училище Гидрографию Геодезию Штурманское дело Кораблевождение И когда он уволился оттуда То вместо него Взяли троих преподавателей И полностью нагрузили Но это еще не все Он обладал совершенно Могучим характером Был неимоверно сильной личностью И когда он преподавал речникам Подводному флоту Подплаву так называемому И обычному Обычным морякам Которые на поверхности воды Так он находил Колоссальные нестыковки В экзаменационных материалах Которые Задачи, которые не подходят Например, подходят Подплаву, но не подходят Речникам И наоборот То есть он находил Множество серьезных недочетов В экзаменационных программах Госэкзамены И это человек Который обладал смелостью Чуть ли не ногой Открыть кабинет Адмирала И сказать Какой идиот Писал эту программу Тогда это было Равно сильно самоубийству За это можно было Попасть под расстрел В лагеря Лишиться звания И всего остального Но он сумел На доске Смелом Доказать свою правоту И показать Что эти задачи Не верны И можете себе представить Это был беспрецедентный случай Наверное в истории Советского военного образования Под него Переделывали Редактировали Программу госэкзамены В высшем военном учебном заведении Его курс сдал Весь на отлично С одной По-моему четверкой И потом Много лет Приходили благодарственные письма Со всех флотов Советского Союза За тех офицеров Которых он выпустил Потому что там действительно Были настолько подкованные им Матерые волки Такие люди С таким образованием Знанием И уже как говорится Ментальной готовности Что они очень себя Мощно проявили И об этом Об этом приходили письма Неоднократно А как семья попала в Воронеж? Семья попала в Воронеж Так, да Дед после демобилизации Так как он обладал Определенной секретностью Владел английским языком Ему запретили Селиться в столичных городах И они с бабушкой Любой город какой хочешь Но не в столице Ни Украины Ни республик Ни России В любой город Он выбрал Полтаву И они вернулись Из севера С Мурманска Они вернулись в Полтаву Там он Сначала жили на съемном жилье Потом он получил там квартиру Пошел работать на завод Слесарем обычным Хотя слесарем не являлся Он имел золотые руки Тоже, кстати, интересная история Пришел на завод Газоразрядных ламп ГРЛ Полтавский завод газоразрядных ламп Говорит, я слесарь Что вы умеете Ну, я слесарь Хорошо, вот вам задание Почтовый синий ящик Советский, помните? Там была рамка С мешком Которую вставляешь И туда письма выпадают Так вот, вот это устройство Это очень каверзный И сложный замок Он у них В этом ящике был испорчен Они говорят Вот, капитан Гранат Исправите Примем вас слесарем Он взялся разбирать этот замок Чинить его Возился с ним Возился 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 Ничего не получается Он говорит Ну что мне Удалиться с позором, что ли? Говорит, я взял себя в руки Сказал, гранат Все Взялся И после обеда Закончил ремонт этого ящика Замок заработал И его взяли слесарем На доске почета Он висел Наверняка до распада Советского Союза Точно Да Так вот Семья поселилась В Полтаве Моя мама родилась В Великом Усюге еще Маленькая ее привезли В Полтаву Там она окончила Музыкальную школу Училище музыкальное С красным дипломом И попала в 5% студентов Которым разрешено было Поступать по всему Союзу Не только в рамках республики Она очень хотела учиться в России И тут в газете появилась заметка Еще одна консерватория Там было написано Что в Воронеже Открылась консерватория Но по сути это был институт искусств Так как было театральное отделение Она поехала туда поступать Из Полтавы Из Полтавы Да Ну потом поменяли квартиру Из Полтавы на Воронеж И так я оказался и родился в Воронеже Мама там Вошла замок Подождите Мурманск и Полтава А Великий Устюг Как здесь? Ну дело в том Что определенные этапы Службы моего деда Были и там В Великом Устюге Там же не море Не один лес Ну понимаете Они Как сказать Они переезжали С места на место Они не находились на одном месте Был определенный этап Что они жили там Непродолжительные И мама успела там родиться Вот И вот Понимаете Ленинград Киевская область Полтава Воронеж Вот моя география И Мурманск Они говорят Мурманск Мурманск Да Так же как компас и компас Свои ударения У моряков Вот И мама значит Поступила туда В Воронеж В Воронежский Закончил Воронежский институт искусства Я родился там Вот Вот Это краткая предыстория Значит Мой дед фактически украинец С еврейскими корнями Мама еврейка Отец спокойный украинец А где дед нашел еврейку? В Ленинграде Он тогда учился Он тогда учился Он там заканчивал Был Не Они познакомились Стоп Он познакомился с ней После войны Да Где в 46 Или 47 Году Точно уже я не помню Да В Ленинграде Бабушка Бабушка моя родилась В Белоруссии В Это самое Под Витебск 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 Вот Но очень маленько Ее привезли в Ленинград Собственно Вся наша семья Еврейская ее часть Жила На границе Польши и Белоруссии У нас там было больше 300 родственников Очень широкая Община И все погибли Когда на самом начале войны Были убиты немцами Собственно Мы все обязаны жизнью Наша семья обязана жизнью Бабушкиному Старшему брату У нее был брат Они находились в 41 году Летом 41 года На каникулах Поехали к родне Взябки Это вот Граница Польши и Белоруссии Ну и началась война Да Прискакал гонец Сказал Немцы скоро будут здесь Вся наша родня Не восприняла это всерьез Сказали А Наши восточники Их отгонят Ничего страшного Никто всерьез это не воспринял Более того Вы не первые Кто это говорите Почему вообще в России Вот эта часть Юго-западная Западная Даже южная часть Средней полосы России Почему погибло столько людей Вообще столько евреев Столько трагедий Семьи Целые Целые общины погибали И даже в Нальчике Ну вот везде Весь юг Юго-запад Запад Вот Москвы И туда К границам Европы То есть с той страны С которой в первую очередь Заходили немцы Потому что не верили Что цивилизованная Что самая цивилизованная Нация Немецкая Способна на какие-либо Зверства вообще Да Просто не верили Я бы тоже не поверил Наверное Родина всей классики Ну понятно Немцы Ну да Кто может поверить Бах И так далее Ну то есть Великие люди Гёте Шиллер Как они Ну Вот это самый невероятный парадокс Когда Вот Наличие Обширной культуры И цивилизованности Не мешает В определенный период Такой нации Превратиться В Людоедов Да В Людоедов И пойти на самые Невероятные зверства Дикие Которые неописуемы Когда вся нация Сходит с ума Одновременно Да Превращается в Людоедов Но к сожалению Мы это прослеживаем И не только на На том поколении К сожалению Вот так И когда Началась война Да Так вот Наша семья Находилась там В В Белоруссии И Когда началась война Брат бабушки Брат бабушки Скал Поехали в Питер Стал уговаривать Всю родину вернуться Никто его всерьез не брал Он был вынужден Он побежал на станцию Нашел какие-то Последние билеты В последнюю дверь Последнего вагона Засадил в поезд Всю свою семью Отца Маму Сестру И они уехали в Ленинград Через три дня Немцы были там И урва Расстреляли всех От нашей Огромной семьи Не осталось никого Собственно Этим Жизнью Все мы обязаны Вот этому Бабушкин брату Изи Вот Он был Невероятный человек Он тогда еще был Несовершеннолетний На фронт его не брали Он было всего Там 16 Он пошел работать На завод И Когда началась блокада Он грузил мешки Там с углем Которые были тяжелее его Чтобы он получал Рабочую карточку 250 граммов хлеба И делился этим хлебом С бабушкой С младшей сестрой Мама у них умерла В первую бомбежку Ленинграда Получила инсульт 38 лет умерла Их отец Он был инвалид Он дошел До страшного истощения Но он служил В МПВО Тушил зажигательные бомбы А Изя Он работал на заводе И помогал выживать И отцу И сестренке Потом Когда ему исполнилось 18 лет Его призвали на фронт И Он погиб В 44 году Смертью храбрых Приходили письма От его командиров Он был Очень мужественным Минометчиком Попал Был в бою Очень серьезно ранен В ноги В лицо И К нему очень долго Не могли подобраться Чтобы его эвакуировать Он умер от ран От потери крови Вот потом Пришла похоронка Но все мы Обязаны ему Жизнь Это совершенно точно Но Все-таки Да Не спасла Судьба его Да Он писал У нас до сих пор Сохранилась пачка писем Его с фронта Написанных карандашом В треугольной форме Треугольничками Он вообще Ни грамма Никогда не жаловался Ни одного слова На тяготы Ни одного Сетования На что-либо Только появились Нотки Тяжести Когда было Совсем уже Жарко И было ясно Что вряд ли Удастся Выжить Он написал Очень бы хотелось Дожить до победы Вот это была Единственная фраза Которая Намекала на то Что все очень тяжело Я скажу больше У нас в гостях Был Юрий Аскаров Такой комик Известный И он рассказывал Про своего отца Он говорит Меня Ну вы знаете Да Юрия Аскарова Ну да Точно совершенно Вы это знаете Точно совершенно Известный человек И он говорит Я был поздним ребенком А отец Дико Верил Сталину И когда все это Скрыло После 1953 года Он говорит Это не он Это его подставили То есть вот люди Настолько верили Нет Ну что сказать Мой дед тоже был Абсолютным сталинистом Он Для него Сталин У него была На стене висела Карта мира Над кроватью Висел кортик На одной На одном углу Карты портрет Жукова На другом углу Карты портрет Сталина И Сталин это Очень неоднозначная Фигура Да Были страшные вещи С ним связаны Но Как говорят Он Получил страну Сахой А оставил С атомной бомбой И державу Он Создал И Мы не можем Отрицать Что Те кем мы стали Мы во многом Отбязаны Советскому Союзу Мы получили Там образование Мы получили Там социальные права Мы Стали тем Кем мы стали Собственно На что могли Рассмотреться Те же евреи В черте оседлости Возможно Да Большинство евреев Стало научными Деятелями Музыкантами То есть Подъем Был колоссальный То есть Однозначно Рассматривать Его Как какую-то Демоническую Отрицательную Фигуру Нельзя На мой взгляд Дальше Да Еще Расскажу Немножко Про своего Деда Про его Упорство И Значит Как он Умел добиваться Своих целей Например Он В какой-то Момент Решил Научиться Шить Купил Отрез ткани Швейную Машинку Тула Самоучитель Кройки И шитья И начинается Мучение Раскрой Пошив Распарывание Результат В себе Элегантный Костюм Цвета Кофе с молоком Бабушке Платье Дочке Платье Обшил Сюю семью Машинку Поставил Так Далее Захотел Сделать Скрипку И научиться Играть на ней Украинские Песни Скрипку Ни с того Ни с сего Покупаем В универмаге Обычную Скрипку Разбираем Ее Изучаем Как она Устроена Читаем Литературу Из какого Дерева Какие были Великие Мастера Страдивари Гварнери Амати Все узнаем Как сушить Какие Сорта Дерева Как делать Смычки Подставки В каких Условах Какой Температуры Влажности Находим Дерево Идем На завод Вытачиваем Инструмент Которым Будем Делать Скрипку Находим Дерево Высушиваем Его Исчезаем В подвале На пару Лет И выходим Со скрипкой Да Значит Скрипка Она до сих пор Хранится У меня Он даже Не покрывал Ее лаком Он поставил На ней Вместо Четырех Колков Пять Ну Чтоб Было Да С запасом Чтобы На всякий Случай Пятиструнную Вот Я показал Эту скрипку Мастерам Потом После его смерти Мне говорят Вы хотите сказать Что человек Никогда Ничему не учился Нет По наитию Вот сам Решил Ну вы знаете Если бы он учился Это был бы Выдающийся мастер Вот Она звучала Да Он захотел Самоучитель Игры на скрипке И играл на ней Украинские песни И пел То есть Вот так Понимаете Лучше значит Когда что-нибудь Хочешь добиться И сделать То есть Таких людей Сейчас просто нет Да А в каком году Он ушел В девяносто первом То есть Он вас Поднял Воспитал Да В девяносто первом Он умер Ему было 80 лет Да Но и умер То он Понимаете По его линии У нас род долгожителей Его дед умер В 112 Вот И мало того Курил Самосад Который сам выращивал До последнего дня Без люльки Его никто не видел Он сжевал Листья табака Забивал в нос И дым шел из ушей Вот Да И дедушка был такой Диджметро его звали Тоже воспитал Вырастил кучу детей Работал до последнего дня И ночью в 112 лет Один утро Утро не проснулся Просто Да Мой дед умер В 80 лет Потому что Тащил 80 килограмм Вот Он Поехал в Полтаву К своему другу В 91 году В Воронеже Ничего не было На полках магазинов Была Демократическая Павловская зима Когда все Исчезло И посыпалось Все экономикой Цены И все И все Вот Кроме Я помню Прилавки накрытые бумагой Буквально ничего есть Вот И Дед на Украине Набрал там У друга всего Накупил Наварил варенье Он прекрасно варил варенье В медном тазу Купил мне куртку Все Набрал огромный вес Мы ему говорим Не тащи Он связал морскими узлами Несколько портфелей Вязанку По дороге Делал пересадку В Лисках Это Георгий Удэш Станция Большой Лездорожный Узел Успел попутно Разогнать какую-то Пьяную компанию В поезде Вот И он шел С своей женщиной Попутчицей И Через между пути С этим грузом И вдруг Упал Упал Лбом на рельсы Вот У него просто Оторвался тромб Он обладал Он выглядел Около 20 лет Моложе своего возраста Он имел Все свои зубы При том, что Служил на севере Где цинги Люди загибались Так Значит В 76 лет У него заболел Первый раз Зуб мудрости Он пришел к доктору И говорит Знаете, у меня молочный Остался Вот Ну, доктор упал Со стула Когда увидел Вот Ну, вот так Но он всегда мечтал Чтобы не переживать Немощную старость Он мечтал о такой смерти Чтобы она его сразила На повал И сразу За секунду Чтобы быть в силах Крепким Молодым Могучим И не Быть дряхлым С клюкой Вот он Старость он не любил И очень не хотел Чтобы она его Когда-нибудь настигла Ну, так и вышло Давайте о вас Да А Как вы выбрали профессию? И вообще Какой стоял выбор? Тут нужно говорить О материнской линии О маме Мама Очень талантливая Пианистка Композитор Певица Поэтесса Как я сказал Она получила музыкальное образование В Полтавском Музучилище Потом в Воронежском Институте искусств В раннем возрасте Она пыталась учить меня Фортепиано Но это не пошло Я больше любил Устройство фортепиано Чем Я любил его разбирать Больше, чем на нем играть Да, у нас был старинный рояль Опять же Купленный дедом Какого-то отставника Его приятеля Венский Двухсотлетний рояль Который он тоже Своими руками восстановил И черное Резное Немецкое пианино Линке И пианино И пианино И рояль Были, да Что же это квартира Была где Хрущевка Обычная хрущевка Но музыкантам С инструментами Никогда не тесно Да И Значит На фортепиано Не пошло Потом Мне нравились Медные духовые инструменты Я ходил с мамой На работу часто Находился среди Симфонического оркестра Музыкантам Симфонического оркестра Вот И эти Мощные дяди С медными трубами Мне это все Импонировало Все очень важные Одеты с иголочкой Да Все мощно Могучее Красивое звучание Могучее В общем Я начал учиться На волторне Мама дала мне На волторну Волторна Да Такой Закрученный Медный Духовой инструмент С раструбом Вот У него Очень певучий Звук Это фактически Духовой аналог Виолончели Да У меня был Преподаватель Юрий Федорович Щеглов Тогда еще доцент Позже профессор Ныне покойный К сожалению Он был типичным Представителем Так называемой Ленинградской Школы Волторнистов Это Звучание этих Музыкантов Их единицы И звучание Их можно В частности Был у нас в Москве Лифановский Вот Педагоги его были Орехов Буяновский Это имена Вот звучание игры Этих музыкантов Не спутаешь Ни с чем Ленинградская Волторна Звучит по-иному Вот есть Голливудские Саундтреки Где озвучиваются Часто слышна Волторна Озвучивающая В кинематографе Саундтреки Ну это такой Знаете Крик слона Фанфарное Такое Звучание Плоское Очень Напористое Но Певучесть И Такое Вибрато Подобное Человеческому Голосу Оно встречается На Ленинградской Школе Волторна Мне Большому счастью Удалось это тоже Перенять И у меня игра на Волторне Очень хорошо шла Я окончил В Воронеже ССМШ Среднюю специальную Музыкальную школу Принституте искусств По Волторне Но времена Наступили лихие Умер дед Умерла бабушка И мы С мамой Приняли решение Уехать В Израиль Совершить Репатриацию У нас Некоторые Знакомые Уехали Стало Просачиваться Интернета Тогда никакого Не было Стала Просачиваться Информация К маме Подсел ее Бывший Однокурсник И спросила Чего ты не едешь В Израиль И стал Про это все Рассказывать Да про своих друзей Да Про то как там В общем да Нас уже Ничто В общем не держало Родные Поумирали Мы остались одни И уехали В Израиль Когда мне было Буквально там В районе 17 17 Около 17 лет То есть музыкальную школу Вы успели закончить А в консерватории Поступить еще не успели Нет И мы уехали в Израиль В Израиль я конечно Понимал Что С музыкой Мне возможно Придется расстаться Потому что Знаете Есть анекдот Что если Репатриант Сходит с самолета Без скрипичного футляра То это наверняка Пианист Да Вот Так что Страна маленькая И Как говорится Потребность В классических музыкантов Не так велика И рынок Хотя очень не люблю Это слово В отношении искусства Но он Очень тесный Я понимал Конечно Что Надо будет осваивать Что-нибудь еще Что-то другое Когда мы приехали в Израиль Я прошел через Многие-многие Неквалифицированные работы Давайте прямо Подождите Нет Вы перескочили То есть тогда Выезжать уже Можно было спокойно Да Не озираясь Кровавой гибни Которая может тебя Вытащить Не опасаясь Нет В то время Нет В то время Конечно Это было самое начало 94-го года Контейнер везли с собой Нет не везли Мы везли Мы везли с собой Чемоданами Везли с собой Собаку и кота Которых успели спасти Вот Дворняжку И пушистого котенка В одной клетке Сколоченной В одной Они не Не Они очень дружили Очень дружили Им было вместе Не так страшно В багажное отделение В багажное отделение Да Мало того Вы знаете Это интересно Мы когда собирались уезжать Мы приехали на неделю Раньше в Москву Чтобы собрать документы На вывоз моей Старенькой волторны Мой учитель Мне отдал свою волторну Импортную Нельзя было вывозить Да у меня своей импортной Не было Я играл на казенных Как большинство На оркестровых Он мне дал свою Ленинградскую волторну На которой сам пошел В музыкальную школу учиться 60-го года выпуска И нужно было вывести Собаку Собака-дворняжка Помесь И нужно было Собрать документы Значит В министерстве культуры Эту волторну Мы предоставляли Фотографии Ее пломбировали И дали такое заключение Она до сих пор Где-то у меня в Израиле валяется Там написано было Что Инструмент советского производства Металл сильно изношен Разрешено к вывозу из СССР Вот такая бумажка Нелепая была Хотя это уже не СССР Был по сути Ну это еще Юридически Ну может быть бланки У них такие Я не знаю Ну вот так было написано Да А собака Собака Надо было в этом Восковском кинологическом обществе Взять справку Что она не представляет Ценности Ценности для страны А если она представляет ценность На какую помойку Страна готова ее принять Я ее брошу здесь В аэропорту Или где Чтобы она Вот Кто ее будет кормить Если она ценность Ну она к счастью Никакой ценности Не представляла Кроме нас Вот И мы благополучно Наших зверят вывезли А квартира Воронежа? Продали Хрущевку продали Успешно? Успешно? Да Ну по тем временам Вполне А еще вопрос Отец знал об этом? Вы с ним как-то делились Обсуждали? Отец в тот момент еще был жив Он жил на Украине Со своей второй семьей В Полтаве Значит Да Мы с ним встречались Я к нему ездил Вот Он даже давал свое согласие На мой выезд Мы с ним общались Обсудить Вот как раз выезд Или просто ездили там На каникулы По разным причинам У меня половина детства На Украине прошла То есть с отцом вы общались? Общались, конечно И хорошо общались Он мне присылал подарки На дни рождения У нас были очень хорошие отношения Вот Ну К сожалению Мы жили порой здесь А вторая жена отца Украинка? Да И он сам украинец А вы общаетесь с его детьми? Да У него брат То есть у меня есть брат по отцу Леша Он живет в Полтаве На пять лет младше меня Общаетесь? Да Общаемся А начали общаться с детства Или уже в создательном возрасте? С детства Ну Да С детства С детства Тогда Когда ему было лет 10 А разность позиций Не 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 рассорила? Ну Последний год? Нет Нас с ним не рассорило Ну Он не считает меня В чем-либо виноватым Слушайте Это очень тяжелая тема Страшная Я не хотел бы ее касаться Мы не можем ее касаться Потому что мы бы с удовольствием С большим Говорили бы с каждым гостем об этом Но к сожалению Мы не можем это сделать По массе причин Просто по массе причин Не понял Не можем что? Обсуждать Обсуждать Эту болезненную тему По-взрослому и по-честному Не можем Я не хочу ее обсуждать Да Но мы и не можем Мы и не можем этого делать Да Как бы нам этого не хотелось Например Но мы и не можем это сделать Как бы сердце не разрывалось Отживание Я понимаю Нас Нас это не рассорило Мы братья И отношения у нас очень хорошие И мы с ним общаемся Насколько это возможно В этих условиях Ему тоже сложно общаться Очень А жена вторая отца жива? Да, жива А там в Полтаве А отец Когда ушел? Отец умер в 2006 году В 2006 году Инфаркты или инфаркты? Знаете, неправильное лечение Ему поставили неправильный диагноз У него что-то было Начиналось, видимо, с сердцем А его лечили И что-то такое Залечили, короче То ли от воспаления легких В общем, причиной его ранней смерти Стал неверный диагноз Птическая медицинская ошибка Вы приехали на неделю раньше Оформили все документы Да, оформили Успешно Через Сахнут или через Натив? Через Сахнут, да Ну, собственно, приглашение нам в Израиль Прислал бывший мамин ученик Один парень Замечательный человек Певец, кстати, обладающий уникальным контртенором И врач Замечательный парень Просто потрясающий Русский по национальности Женатый на еврейке А контртенор это как что? Вы знаете, как женская сопрано Ну, напой, ну вот, можете Ну, как женщина поет сопрано Это мужчина Да Мужчина, поющий женским голосом Окей Но оказался настоящий мужчиной Да, настоящий Это русский, женатый на еврейке Кстати говоря, это не часто встречается Но, как правило, это очень крепкие браки Крепкие браки И очень дети получаются от таких союзов Талантливые, мега-талантливые И скажу, что не менее талантливые Чем когда отец еврей, мама русская, например Или украинка Мега-талантливые дети получаются От таких союзов Да Это был первый ваш выезд за границу Это был, да Это был наш первый выезд за границу А помните впечатления? Ну, вот первые, когда в Израиль попали Да, помню, конечно Очень интересные, очень потрясающие Очень неожиданно Ну, как, во-первых, информацию Сейчас в интернете ты нажал И мгновенно ты видишь любой город Любую страну Любую улицу Любой дом Миллион передач о традициях А была картинка в голове Которая должна была как-то ассоциироваться с тем Что вы увидели на самом деле Да, картинки у нас не было предварительной практически В голове даже не было Ну, да, но знали, что там жарко Что там пустыня Что там другой абсолютно климат Что этот Ближний Восток Вокруг арабские государства Вот это мы знали Но вот вы выходите с самолета У вас как инструмент Волторна Волторна А значит, заши с собаками Да, с собаками Не-не, вы багаж дали Багаж дали, да Мама с фотографией Я еще как несовершеннолетний член семьи Нам выдают деньги наличными Подъемные Часть корзины абсорбции Ну, это то, что дает государство людям Чтобы встать в первое время на ноги Дают часть денег наличными Часть денег чекам банковским Вот Дают там еще кучу всяких бумаг Для медицинской страховки Для, ну, социальных Всю-всю вот этот пакет весь этот дают И на стоянке стоят микроавтобусы И нас ждут Но вы почувствовали, что вы домой к себе приехали? Вот какое-то... Вы знаете, не могу сказать, что домой Но приятное ощущение было очень То есть было такое, что что-то... Что мы попали куда-то в свое место Да, это я помню Мало того, мы попали из зимы в лето Мы улетали 25 января Мы прилетаем, а там тепло Немножко моросит дождик Такая погода замечательная В Москве был мороз Снег, зима была прям круче, чем сейчас А летели прямым рейсом? Прямым, аль, да То есть репатриация У вас 25 числа Дата репатриации Будет сколько, 30? Или... 30 сколько? 94-й? 94-й, да, 30 лет 30 лет 30 лет, да, кстати Большая дата Надо отмечать Круглода, будем 30-летие нашей репатриации Вот Ну и нас, да Мы забрали своих животных Забрали сумки Сели в микроавтобус И нас повезли по указанному адресу В городе Факим Это вот Предместе Бер-Шевы На юге Там, где тогда жила семья Вот этого нашего друга Парня, певца Врача Замечательного, талантлившего человека Вот Нас привезли в Факим Где они, наши друзья Нам уже подготовили Съемную квартиру Договорились там Чтобы нам было куда приехать Вот И началась наша израильская жизнь Вот таким образом А вы Пошли в армию? Я пошел на работу С девятого дня В стране На Возможно Сначала на овощную фабрику И я прошел очень много раз На овощную фабрику Ну давайте поподробнее Ну что Ну это так называемая Бейт-Ариза Дом упаковки Если дословно перевести С иврита Это фабрика Где моют Сортируют Упаковывают Картошку Морковку Там Редиску Конвейеры Большие конвейерные линии Куда с кибуцев Свозят С машавов Свозят продукцию Сельскохозяйственную Самосвалы Вваливают ее На Транспортировочные ленты И сидят Или стоят Вокруг Люди Все это перебирают Все это моется Чистится Пакуется И выходит уже На Палетах В виде палетов На поддонах Грузится на фуры И разлетается По Израилю И по всему миру А был Халат Не халат А фартук Такой Прорезиненный И сапоги Нет В данном случае У меня не было Прорезиненного фартука И сапога У меня была Очень черная работа Я с бедуинскими Подростками Под конвейерами Выгребал землю Которая сыпется С картошки Потом у меня еще Был интересный случай Значит Там есть конвейер Первичной сортировки Картошки Куда она сыпется Вместе с мусором С камнями С подковами Костями Не пойми с чем Там все Чтобы на поле Комбайн собрал Вот И я стою Возле этого конвейера И на меня едет Вот такая большая Какая-то Глыба земли Я ее хватаю А она очень тяжелая Я ее вот так держу И вдруг я с ужасом Понимаю Что у меня в руках Снаряд Неразорвавшийся Облепленный землей Ржавый-приржавый И вот Я конечно замер Я понял Что у меня в руках Что если он взорвется От меня вообще ничего не останется Я вокруг всех тоже Вот И я так пытаюсь подать Начальнику смены Пантомимическими Пантомимой Пытаюсь показать Что что-то не так И у меня что-то в руках Вот Но по-моему Это дело там уже было Не первым случаем Он когда это увидел Издали Показал мне Куда это нести И я такой иду С этим снарядом Он мне показал Там какой-то огромный ров Где земля Им просто дорого Вызывать саперов Останавливать завод Это уже не первый случай Просто это все Кладется туда Засыпается землей И ждет следующего Урожая картошки Все нормально В общем вот так И там это дело обыденное Как я понял Судя по отношению Так и ну Работал дальше По всевозможной Всевозможной работе Дорожное строительство Машавы Кибусы Сельское хозяйство А сколько вы проработали На овощном заводе? Это была сезонная работа Несколько месяцев Не помню А шелестело в кармане? Ну вы знаете Это очень нам помогло Потому что мы оба с мамой Работали там Это дало нам деньги И финансовые возможности На то чтобы По подсказке Данные вовремя Взять ипотеку Машканту И купить квартиру Вот Мы привезли с собой Перевели через печально известную фирму Из Росов Был такой скандальный Очень случай Да Через который патрианты Переводили свои деньги И потом оказалась пирамида И все лопнуло Но мы еще оказались Мы еще оказались В числе тех За хрущевку За хрущевку За хрущевку То есть вы деньги не потеряли Не потеряли Чудом Буквально после нас Это все обрушилось Через два дня Просто Мы были в числе самых последних Кто получил этот перевод Да И это дало нам возможность Да Купить квартиру Нам подсказали Что не живите долго На съемном жилье Потому что это впустую Мало того В то время Репатриация была очень обширна И много людей ехало И было тяжело Платить за съемное жилье Было труднее Чем Платить за ипотеку Потому что хотели Сразу за несколько месяцев За три месяца За полгода наличкой И это было трудно А тут Ну просто вовремя Данный совет сработал И мы Работая на этих фабриках Мы Получили расчетные листы И получили возможность Претендовать на ипотеку Подождите Ну Что вы говорили себе Как вы Мальчик Практически столичный Музыкант Певец И вдруг У вас не было Разрыва шаблона Я подкорректирую вопрос Ведь наверняка Все время сравнивали Там первые несколько лет Воронеж Вы знаете Я осознанно Был готов К тому Что Я еду В совершенно новое Для себя место Что меня не ждет Там красная ковровая дорожка И что это место Где я должен быть готов Быть Простым рабочим Если надо Работать на любой работе Которая будет кормить Но это деда гены Или вы так себя настроили Это не только деда гены Это его воспитание Но все через это проходили У нас родственники Уезжали в 91 году Это все И они тоже там Кто-то кассиром В супермаркете Кто-то крыл там Эти самые Коровники Все что угодно Гудроном там крыши Все что угодно И так далее Мыландюшатники На египетской границе Что угодно Ради чего Ради чего Ради того чтобы выживать А почему не так Почему не так Например Почему вы не приехали Почему Специальная служба Социальная ЦСО Как у нас называют Или СОБЕС Не поинтересовалась Кто вы по профессии Что вы хотите в жизни А вы играете Пойдемте Вот приемная комиссия Сдавайте экзамены Учитесь Мы вам будем платить себе И вот общежитие Это все было намного позже Когда А почему не сразу Нет Ну понимаете в чем дело Мы приехали в таком составе семьи Что Опираться нам Было не на кого Так все так приезжали Нет Ну понимаете Одинокая Женщина с сыном Несовершеннолетним И у нас Ни родственников тут Никого Нам надо было Хотя бы купить себе жилье Для начала Вот Нужно было как-то обустроиться Опыта у нас естественно Никакого не было Пошло как пошло Вот И я понимал прекрасно Что Да Мало того Например Вся востребованность Музыкальных профессий Это центр страны Это Тель-Авив Иерусалим Это места совершенно Не укупные По жилью Там очень Дорого Жить Даже тогда было Даже тогда Тогда вообще Потому что очень много людей ехало И цены росли Как на дрожжах И даже снять какую-то Квартиру Там было чрезвычайно сложно Нужно было работать Нужно было как-то обустраиваться То есть Мне надо было брать на себя Функции Взрослого мужчины Которому Надо Надо всем заниматься А дедовщину Испытывали вы Что там Некое Снисходительное отношение Было Тем кто приехал Перед теми Кто там родился Или там прожил Я лично Я лично Этого не ощущал Я ощущал это так Что К тебе будут относиться Так как ты Сам будешь относиться К другим людям Это зеркальная вещь Это бумеранг И Понимаете Я не признаю Например Когда Очень негативно Отношусь к тем Репатриантам Которые приезжают И у них начинаются Заносы Что мы Из цивилизованной страны Мы инженеры Мы ученые А вы тут только С пальмы слезли Такое тоже встречает Это очень нехорошо Это просто Очень Согласен Мы встретили От израильтян Очень много помощи И поддержки Израильтяне Вот соседи Видели новых репатриантов Тебе начинают нести Вещи Электротовары Посуду Тебе начинают помогать Тебе начинают подсказывать Мы встретили Очень много Доброго Согласен Но А относиться Как Извините К таджикам Или узбекам Относились раньше В Москве Вот так же По-скотски Неуважительно Таджик узбек Иди там Это самое Иди снег Иди Мостовые Подметай Иди там Иди то Иди сё Иди там Помойку выноси Это тоже Не по-людски Это тоже Шевинизм Конченный Конченный Из-за этого Я очень Не люблю Этих Москвичей Вот из-за этого Снобизма Из-за этого Шевинизма Я и сказал Что раньше В начале 90-х Я и сказал раньше Я сказал Сделай поправку И то же самое То же самое Прослеживалось в Израиле Это тоже плохо Это унижает Только тех Кто этим занимается А не тех Кто трудится Знаете Я что Что меня восхитило В Израиле Это колоссальное Уважение К простому труду Будь ты дворник Будь ты Не знаю Сельскохозяйственный Рабочий Слава богу В Москве Где-то Это тоже зарождается Уважение К простому труду В Москве Это тоже уже есть Нормальных Думающих людей Воспитанных Я никогда Работая в Израиле На простых работах Потом позже Да Пошел потом учиться Технологический колледж Стал автомехаником И работал водителем Грузовиков И механиком В автосервисе Вот Прошел большой Достаточно путь По таким По таким вот Руку можно вашу Вы Этими руками С наманикюренными пальцами Нет У меня не наманикюренные пальцы Работали Нет-нет-нет У меня не наманикюренные пальцы Работали На какой тачке Это значит Да Вот так На какой тачке Двойной На первой ездили На каком машине Грузовики Ман Ман Ну это же супер Вот такой рукой был Нет Ну и не краз Ну что вы Что вы Не краз Не краз Кстати Ну краз Он замечательный Для наших Северных широт В болотах Вывозить лес А что было сзади Сзади кабины Товары Разные Нет Фура Это большая Нет До 15 тонн До 15 тонн До 15 тонн До 15 тонн Это достаточно Но фуры Нет Фуры я не водил Вот Фуры я не водил Но фура 20 А 15 почти фура Фура бывает И больше 20 Но это вот Как сколько вы ездили Ну как большая Везет в пятерочку Да Ну вот Магнит В пятерочку Пятерочка Пытается маневрировать Во дворе А это вот у нее лифт Или нет Лифт сзади Да Вот этот Рампа Вот Все что угодно То есть получается Смотрите Значит вы работали На овощной фабрике На дорожном строительстве На дорожное строительство В Кибуце в Мошаре На сборе овощей Сбор овощей в Кибуце Мойка Под высоким давлением Индюшатников На египетской границе Так Водителем Грузовиком Автомехаником Да Вот Проучившись Предварительно Вот Но я вам скажу Что Господь Все видит И то что мне был Уготован свой Музыкальный путь Это Меня не миновало И пришло Самым неожиданным Невероятным путем Я расскажу Как я познакомился Со своим учителем Как я стал певцом Как стал кантором Значит На втором по моему Году жизни в Израиле Да Втором Да Думал втором Я работал дворником Вот Я работал дворником И подметал Переулки Переулки В которых жили Бабушки Еврейки Скажем так Сефардского происхождения Из бывших Французских колоний То есть это Алжир Марокко Тунис Вот Это были бабули Очень радушные Очень добрые Они ко мне Прекрасно относились Вот Они на еврейке Так говорили С таким Французско-арабским Арабо-французским Акцентом Вот это означает Сынок Заходи Покушай Холодного арбузика Выпей Чаю С мятой Отдохни Вот так Они меня привечали В обеденный перерыв К ним зайти Поболтать Я кому мусор Заберу Вынесу Кому Кустик Подстригу Вот так У нас были Очень хорошие Отношения И Именно Говор Был у них Именно Вот такой Вот просто В точности Вот в точности Они говорили Именно так Там была Среди них Одна Слепая Совершенная Женщина Которая Первой Слышала Приближение Моей дворницкой Тележки И Вообще Первая Выходила На мой Звук Приближения И звала К себе У нее Два Потрясающих Сына Огромные Могучие Ребята Колоссальные Один Был Третье место Подзюдо В супертяжелом весе В Израиле Он потом Служил В полиции Кажется И в этой самой В зеленой В Могаве Кажется В пограничной полиции Если я не ошибаюсь Спортсмен Кстати Такой Инкогнито Национальный Герой Он Когда был Теракт В Иерусалиме Где Взбесившийся Бульдозер Террорист Начал Крушить Машины Переворачивайся Автобусы Полиглот Разговаривающий На девяти языках Причем Свободно Один из которых Русский Он женат На нашей Русской Женщине Русской Еврейке Религиозный Соблюдающий А как его имя? Шимон Давайте Шимону Передадим Привет А фамилия Шимон Перес Шимон Перес Шимон Перес Привет Дружище Вот Ну и как-то Находясь у него дома Находясь у его мамы Мы что-то Спонтанно Запели Может быть Даже выпили Слегка Тамарок Вот И запели Что-то И он говорит Слушай У тебя Очень красивый голос Ты должен быть Кантором Я даже Тогда еще не знал Что такое Кантор Я в синагогу не ходил Понятия об этом Никакого не имел А он горячий Восточный И давай меня Так уговаривать Да ты что Уже В общем Понесло И На каком-то этапе Он мне говорит Слушай Я знаю великого человека Потрясающего Кантора Великого певца Он когда-то Мне в жизни Очень помог Я много лет Его знаю Я тебе дам Его телефон И ты должен Поехать к нему Ты должен у него Учиться Ты должен быть Кантором Я говорю Шима Наставь ты меня В покое Да какой я Кантор Да что за Ну я отнесся К этому Очень С юмором Скажем так Все-таки Телефон Он мне дал И телефон Этот Благополучно Пролежал У меня Я и маме Тоже рассказал Об этом случае Но телефон Пролежал Долго Несколько лет Четыре Или пять лет В ящике Дома И в какой-то момент Мама находит Этот телефон Говорит Ну что Выбросить его Или тебе нужен Что это А Да это Шиман Мне Рассказывал Про великого Кантора Там певца Она говорит Ну давай ему Позвоним Она вот Заразилась идеей Ему позвонить Я говорю Я звонить не буду Чего я буду Беспокоить человека Какой Кантор Где я И где Кантор И что вообще Ну я говорю Хочешь звони сама Хочешь звони сама Я звонить не буду Я отказался Ну в какой-то момент Она до него Дозвонилась И сказала Что так и так У меня вот сын Музыкант Говорят у него Хороший голос Он сказал Пусть приезжает ко мне Я с удовольствием послушаю И мы вдвоем с мамой Поехали к нему Она шпианистка Дома у него фортепиано Мы приходим к нему Все что я знал Из еврейского репертуара Это две украинские Народные песни Черные брови Карии очи И гихов козак На виноньку Вот это все что я мог спеть Вот И под фортепианный Акомпанемент Я ему это спел И он сказал Что У тебя очень большой потенциал Что ты очень одарен И Будь моим учениковым Мой дом для тебя открыт У него престижнейшая школа Канторского искусства У него учатся Дети американских миллионеров Он говорит Я понимаю что у тебя Нет денег Чтобы мне платить Ты репатриат Мне от тебя ничего не надо Мой дом для тебя открыт Приезжай Будем заниматься И началась Вот эта моя эпоха Я к тому моменту Да Уже кстати Приблизился к Торе Я забыл Я уже поступил в Ешиву Я учился в Иерусалимской Ешиве К тому моменту Что начал учиться у него А как добирались А между Бнебраком и Иерусалимом Автобусом А в Ешиву Что вас подвигло Ну в Ешиву Мне стало интересно Просто интересно Я в какой-то момент Попал на семинар В общем работая еще За несколько лет до этого Работая на дорожном строительстве Ко мне подошла одна женщина Наша русскоязычная И сказала Что вот так и так Будет интересно что-то В Иерусалим Можно поехать на субботу Побывать там В религиозных семьях Посмотреть уклад жизни Послушать интересные Какие-то вещи Лекции Что-то будут рассказывать Ну так вот поверхностно Ну и я не думал Что поеду Ну как-то так вышло Что буквально там На выезде из города Этот автобус поймал И оказался на семинаре В Иерусалиме Где я впервые Получил свое представление О еврейском укладе жизни О еврейском Вероисповедании Торе Синайском откровении Было очень интересно На самом деле Ну это было интересно Но не более того Познакомились с очень интересными людьми С раввинской семьей Которая стала Впоследствии Нашими очень большими друзьями Люди Выходцы Корнями из Белоруссии Но родившиеся В Южной Африке Англоязычная Муж и жена У них было 9 детей Мы провели у них Волшебный шаббат Очень красивый Очень Запомнилась это Надолго Ну и потом Постепенно Интерес у меня К этому стал расти И я стал Что-то почитывать сам Потом Были люди В Афакиме Наши Русскоязычные Которые организовывали Шаббаты Тоже вот Нечто вроде семинаров Я на это Меня все время на них Как-то наносило Я на них попадал Я на них попадал Я что-то слышал Впитывал И в какой-то момент Я к 24-5 Наверное Годам Да Да Это кажется так Я понял Что я хочу Всю эту Собравшуюся В моем сознании И душе Информацию Систематизировать Переродить Во что-то большее То есть Дать этому Какой-то толк Я хотел понять Своё еврейское место Я уже стал Осознавать Как говорится Роли места Своего народа В мировой истории И Я хотел Погрузиться В это глубже И Тут как раз Друзья Подвернулся Случай Мне подсказали Да 24 года Я 22 22 года Я Сделал Бритмила В взрослом возрасте Обрезание Вот И После этого Я уже созрел Для того Чтобы учиться Я пошел В Ишиву В Иерусалим Ишива Орсамех Шуву Шуву Орсамех В Арнофе В потрясающе Красивом районе Иерусалима Там прошли Я считаю Лучшие мои годы И как раз Параллельно с этим Вот развернулась Вся эта история С телефоном Моего учителя Хайма Лезера Герштика Вот Великого кантора Певца Человечища Праведника Мецената Он здравствует Да Он живет и здравствует И мы с ним общаемся Переписываемся Посылаем друг другу Там открытки Перед праздниками И шаббатами Разговариваем по Ватсапу Поцелуем Он всегда просит меня Свои удачные выступления Красивые Где я где-то выступаю Пою Присылать ему Я ему присылаю видео Вот Он смотрит Очень благословляет И радуется За мои успехи Радуется моим успехам То есть отношения У нас сохранились Очень хорошие И во что Вылилась Учеба у него Учеба у него Вылилась Во владении Мною Сначала Азами А потом И Очень Скажем так Большими вершинами Тире свершениями В моей жизни Канторского искусства А когда это начало Монетизироваться В хорошем смысле Ну тогда Когда мы с ним Начали уже С моим учителем Бывать на концертах Он меня начал Возить с собой Мы ездили на Всевозможные выступления По Израилю Это могли быть Шабаты Хазанута Канторские шабаты В отелях Где могли То есть вы открывали Его выступление Так называемый Разогрев Или как Нет Я помогал ему Во время молитв То есть Он мне поручал Провести что-то самому Я пел Поначалу у него В хоре Потом Во время концертных Программ Я пел сольно Вот И это набирало Силу оборота И кончилось все тем Точнее продолжилось Тем Что мы Вместе с ним Записали Компакт-диск Состоящий из Просто Жемчужин Восточноевропейского Канторского искусства Рубежа Девятнадцатого Двадцатого Веков Он дал Мы записали с ним Дуэт Он дал Свои записи Со своих Живых концертов В Вене И в разных Других местах И в диск Вошли Его Живые выступления На концертах Наш совместный Дуэт И пять Моих Сольных произведений Ну в моем Исполнений В частности Из репертуара Великого Кантора Гершина Сироты Который Ну Который Погиб В Варшавском Гетто Это был Знаменитейший Кантор Карузо В тридцатые годы В Америке Был на его Концерте И Потом В своих Воспоминаниях Он Упомянул Сироту Как Невероятное Явление Это великое Счастье Говорит Что это Не оперный Певец Мое Счастье Что это Не оперный Певец Иначе Он занял Место Коррозы Да Да Это был Грандиозный Совершенно Певец И Рабхам Лезер Мой учитель Сказал Что Тембры Наших Голосов Очень Похожи Вот Что Ты Сирота Сегодняшних Дней И Действительно Творчество Эту Великого Кантора Очень Было Центральным Занимало Центральное Место В моем Репертуаре Вот Мы записали Выступали Много Потом Уже Я Взрослея На каком-то Этапе Решил Заняться И оперным Искусством Классическим Поняв Что Я Имею К этому Все Предпосылки Вот Ну и Решил Вернуться На определенный Этап Решил Вернуться В Россию Жить В России Как бы Уже Осознанный Взрослый Выбор Хотя Любовь Маяк Израиль От этого Не стало Ничуть Меньше А что Послужило Толшком Знаете Трудно Сказать Это Совокупность Совокупность Обстоятельств Скорее Всего Осознанный Выбор Вот как-то Созрел То что Называется А У вас Было чувство Что Израиль Маловат А не было Чувства Что вы Предаете Израиль Предаете Этого великого Кантора Что бросаете Его Нет Я не Предаю Нет Такого ощущения Не было Ни в коем случае Потому что Он мне дал Путевку В самостоятельную Жизнь Да Мало того Он сказал Все Это самое Нет Нет Он ничего Не сказал Я и сегодня Могу прийти К нему Домой И мы будем Заниматься Как 20 лет Назад Понимаете Нет Нет Ни в коем случае Просто Я понял Что в Израиле Наверное Я понял Что в Израиле Я полностью Не реализуюсь Во всех Ипостасях Которые могу То есть Например Я захотел Заниматься Классическим Вокалом Я нахожусь В таком Как бы Промежуточном Положении Между Двух культур Например Ортодоксальный Образ жизни Еврейский Не разрешает Петь в опере К примеру Ты не можешь Петь С женщиной На сцене То есть Быть До конца Ортодоксом Это Очень-очень Большие Очень серьезные Ограничения Хотя Да Понятно Праведность Красота И Все Вечное И все Замечательное Что заложено В этом Образе Жизни Но Мы Родились Мы Имеем Собственный Багаж От рождения Вот Который Начинает Конфликтовать Внутри Тебя Это Очень Сложный Процесс Это Очень Сложный Процесс Мне Приходит Но Я думаю Что Видимо Господь Определил Мне Некую Роль Наверное Нести Еврейскую Еврейское Искусство Еврейскую Культуру Здесь В России Потому Что Видите Чем Закончилось Мое Прибытие В России Я Встретил Сашу Цалюка Подождите Не забегай У меня Два Вопроса Перед Этим Перед Цалюком А Как Мама На Это Отреагировала И Как Вас Встретила Москва Когда Вы Приехали И В Каком Году Я Приехал В 2011 Году Не Ну Что Мама Практически 20 лет Это Все Сознательное Время Вы Прожили В Израиле С 94 По 11 Это Большой С Большой Это Вас Ментально Эта Страна Да Ментально Да Я Вырос Там Я Получил Как Бо Еще Второй Родной Язык Мне Очень Близок Этот Менталитет И Культура И Природа Все А мама Что Сказала Езжай Сынок Там Это Самое Ну Это Нет Ну Как Вам Сказать Ну Она Поняла Нет Она Поняла Что Я Должен Это Сделать Что Моя Миссия Не Что Я Могу Что То Сделать Крупное Еще За Рубежом А Почему Тогда Не Америка Почему Не Вена Скажу В качестве Для меня Большая Разница В качестве Страны Для Проживания Или В качестве Страны Куда Можно Поехать И Работать Аудитория Вена Венская Опера Если Будет Соответствующий Контракт Или Какое То Предложение Сейчас Можете Поехать Да Понятно Но в качестве Жизни Место Для Жизни Я Не Вижу Для Себя Например Америку Или Какую Либо Европейскую Страну Почему Американский Уклад Жизни Меня Совершенно Не Привлекает Скажу Вам Честно Абсолютно Немец Ехать Нам Перед Репатриацией В Израиль Очень Активно Предлагали Ехать В Германию Но Помятуя 300 Загубленных С лишним Жизней На границе Польши И Беларуси Для меня Это предложение Звучало Как-то У нас В гостях Был Гера Сандлер Он Главный Один из Главных Актеров Сериала Бедный Абрамович И Вот Он Рассказывал Про Свой Американский Этап жизни И Американский Этап Актерства В США Он Пел В ресторане Актер Пел В ресторане И Ему Не хватало Денег И Он Говорит Дай Я Владельцу Ресторана Дай Я буду Готовить Люля Но Я слышал Другую версию Еще Я слышал Другую версию Он посуду мыл И готовил Люля Вполне возможно Потом Поготовил Несколько дней Подходит Владельец Ресторана И говорит Дед Иди На сцену Назад Не трогай Люля Больше Как вас встретила Москва Да вы знаете Хорошо Хорошо Встретила Не могу Ничего плохого Сказать А вы До С 94 До 2011 Были в Москве Нет А куда ездили Куда-то выезжали Улетали В Германию В Америку В Канаду Прогуляться Да Прогуляться Да Прогуляться А в каком месяце Вы приехали сюда Сейчас скажу В августе 2011 года Да В августе 2011 года Ну это болотно Это свобода Это Медведев Это Страна еще была Милой Достаточно Ну мне Мне она Сейчас еще Мила Слава богу Сбор Случай Для нас Да Я вижу Какой аэропорт Вы приехали В какой аэропорт Шереметьево Шереметьево Да Шереметьево И вы поехали Куда Из Шереметьево Ну это Может быть Даже Ну это Слишком долгая Стория Я поехал В Воронеж Из Шереметьево В Воронеж Да Я поехал В Воронеж Я Да Первые годы Собственно Я жил В Воронеже У меня был Первый брак В Воронеже А Стоп Где Где вы жили В Воронеже Где Вот вы приехали Адрес Вы знаете Воронеж Это съемная квартира Куда вы приехали В Воронеж Ну к своей Будущей Первой жене Ага Да А вы с ним Познакомились В Израиле Ну вы знаете Это очень долгая История Нет Мы были знакомы Еще Еще С моего детства Это очень Давные отношения Очень давние Вот Это Но это долго Рассказывать Это меняет Дело Тогда Вы приехали К женщине Да То есть Вы вернулись В Россию Вас в России Вернула любовь Да Во многом Но это Это было не единственное Если бы Нет Вариант был такой Можно было Сделать наоборот Что любовь Могла приехать туда Вот То есть Это не было До конца Определяющим фактором Тогда вы приехали Попробовать Что? Ну Как изменилась жизнь На это время Нет Я почувствовал Я же Уже сказал Что я почувствовал Внутреннюю зрелость Вернуться в Россию И дальше развивать Своё искусство Здесь И свою жизнь Связать дальше С Россией И личная И личная Жизнь И Жизнь в искусстве А как вы переехали Из Воронежа В Москву Вы С женой переехали Или уже Это был Излёт отношений Это был Да Это было уже после этих отношений Это уже было после первого брака Потом что? Ну что? Сняли квартиру Да переехали Недалеко Пятьсот километров Ну Всё-таки Уровень жизни Там Даже В пятнадцатом году В Москве В Воронеже Я имею ввиду Чтобы арендовать квартиру Так минимум Два конца То и три конца Здесь двадцать пять Здесь пятьдесят Здесь сто Здесь пятьдесят Ну я имею ввиду Вот Ничего Слава богу Справились А когда случился Цалюк? Цалюк случился Мы сейчас потихонечку Подбираемся к голове Собственно Объясню Вы знаете Сашенька Со всей любовью Ты знаешь Как мы тебя любим Дорогой Уважаем Ценим Гордимся Дружбой И знакомств Мы вообще считаем Что Цалюк и его коллектив Это лучшие Люди Поющие люди На планете Это мое Глубокое убеждение Мы абсолютно Что это лучший Музыкант Музыкальный коллектив Который создал Человечество Мы фанаты А Худо создал Мы фанаты Амбассадоры Вашего творчества Совместно Спасибо Спасибо Это очень Это очень важные слова И прекрасная Теплая поддержка Нет Собственно Все это началось С моего Воронежского периода Ведь попав в Воронеж Я стал Кантором Воронежской синагоги Меня Ко мне Воронеж Совершенно неожиданно Буквально Приземлился С огромным чемоданом Мой друг Еще из Иерусалимской Ешивы Мордых Айцви Саломон Потрясающий парень Он родился В Америке Он уроженец Америки Его родители Выходцы из России Но разговаривают между собой Только на идыш Вот такая семья Но он генетически Так любит Россию Что Он из Америки Поехал учиться В Ишиву В Израиль Но Его основным Как говорится Притягивающим его центром Всегда была Россия Он обожает Он выучил сам русский язык При том что Давно о нем не разговаривали Он Стал Моэлем Он специалист по обрезанию С огромной практикой Объехал уже весь мир Он уже даже умудрился Ты его знаешь Кирилл? Ну да А ну вы знаете Все Морда Хацви Морда Хацви Это потрясающий персонаж Большой человек Да Это душа Это один из моих самых Так а значит он приезжает С чемоданом Он приезжает с чемоданом В Воронеж И говорит Я здесь делаю брит А что ты еще не был в синагоге А ты знаешь что Травина А ты знаешь И вот это вот А это было еще до Авикдора Носикова Это было до Авикдора Да Он пришел Я говорю Да ты что Ты здесь в Воронеж Давай к нам Он приезжает Вот И начинает На всех языках Которые знают А он их знает много С телефоном Ходить из угла В угол Рассказывать Что здесь в Воронеже Живет мой друг Кантер Короче Знаете Как и Тунгусский метеорит взорвался Просто Ну он очень клевый Он вот такой Да Это Фантастический человек Невероятно Хорошо что вы его знаете Я познакомился с ним Тоже вот как раз В это же примерно время Там была Была Я ехал Мы с приятелем С режиссером С моим Режиссером Большой режиссер Саша Ломахин Ну тоже из наших Он работал на BBC А потом мы начали работать Вместе на одном известном телеканале Я ведущий А он режиссер Вот И мы столкнулись В Египте Это самое Сели в самолет Он говорит Сейчас я тебя научу Взял Значит У нас бутылка водки Смирновского Он говорит Я тебя научу Как выпивать Не переворачивая стакан В общем Надо налить Определенное количество Поднести к рту И когда самолет Взлетает Все Мы столько ждали Этого момента Он так к этому готовился Чтобы попасть Именно На взлете Он любит Он всегда Вторую уговорили И вот я в таком состоянии Семь ехал Значит Он всегда берет с собой Вместе В одной машине С вашим Мойлем Мы значит ехали Да-да-да Он всегда увозит Отцу И очень важно Значит Когда Но они разговорились Нет-нет Кирилл Это уже не важно Да И в общем Да Он стал рассказывать Всем и вся Что в Воронеж Прилетел его друг Кантер А мы с ним Очень дружили Всегда в Иерусалиме Вот Он из Иерусалима Он только начинал Свою моэльскую деятельность И всегда Он Это невероятный человек У него действительно Видно Что его Господь Сопровождает Во всем У него помощь Сията-дишмая Там с небес Постоянная Вот Он За час до За два часа До самолета Он находится в комнате В Ешиве Его чемодан Представляет собой Взрыв на макаронной фабрике Все где-то разбросан Ничего не собрал Он ничего не помнит Не знает Вот Мы буквально Вот так упаковываем Закрываем И отправляем На взлет Он что-то находит Что-то забывает Но он везде попадает Куда надо Это потрясающе Он же весь мир облетел И делал уже обрезание В Йемене И не знаю Он летает по всему миру Летает по всему миру И в Йемене И в Чечне И еще в каких-то Совершенно невероятных местах Вот Да Так вот Он меня познакомил С Викдором Он позвонил Викдору Роман Викдору Росикову Который тогда Викдор Да Он сейчас в Германии Да Он сейчас в Дортнаде Вот Мы познакомились Он пригласил меня В синагогу Я пришел Я конечно был В восторге От масштабов реставрации От того Как это все возрождается Вот И Викдор пригласил меня Быть его помощником Быть кантором И с этого Вот это было основным Как говорится Делом Моего Воронежского Периода Потом Меня вспомнил Один Очень Мэтр Старый Очень уважаемый Потрясающий Режиссер Который знал Меня еще Семилетним ребенком Когда мама Концертмейстером Была в вокальной студии Из Воронежского Театра Оперы и балета Он тоже Там через общих Знакомых узнал О том Что я в Воронеже Пригласил меня А мама вас не поддерживала Со своей стороны В смысле Контактами Звонками Это даже не потребовалось Это даже не потребовалось Потому что Да Весть разнеслась О моем О моем появлении Да И меня пригласили работать В Воронеже Театр оперы и балета Я был солистом Там С 13 по 16 год Простите Я задам вопрос личный А Вы соблюдали тогда? Да Когда я Когда я Был Кантором И Помощником Равина Да Конечно Но опять же Не все Понимаете Опять же Повторяю Я на границе Я на границе Двух образов жизни Это очень сложно Мы тоже на границе Да Это очень сложно Да Потому что Вот уже Пожалуйста Пение в театре Это Никто Никто меня за это Не похвалит Из Ортодоксального еврейства У нас есть один знакомый Который занимается Большим делом Организации Концертов Концерты проходят И в выходные И по субботам Вот он Ну нужно Так 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 Если он откажется Он потеряет все То есть он останется без всего Он помогает там синагогам Из тех денег Которые зарабатывают Все это прекрасно понятно Ну он приезжает Да там Надо камеру поставить Но он Он не ставит камеру Он не вешает там микрофон Но вот Он приезжает и стоит Как бы Это не нарушение шаббата А не шаббатное поведение Да Нет Ну если он приезжает Это нарушение шаббата То есть Ездить Нет Если Смотрите Нельзя быть немножко беременным Да Ну он может быть Да И Вот Я понимаю Что он должен прийти пешком Даже если он пришел на работу Если ты находишься в 30 километрах Ты не придешь пешком Ты не придешь пешком Ну в общем Как-то Как-то минимизировать Это все равно Да Дело в том Что Дело в том Что Да Когда человек делает Какие-то нарушения Аверот На иврите Да То лучше всегда сделать Меньше аверот Чем больше Где можешь Соблюдаясь Если ты можешь нарушить меньше Нарушь меньше Ну вообще Знающие люди говорят Даже Ну нарушаешь Кипу с ними Это Нет Знаете Это речь идет о том Что если Все знают То есть Это речь идет о том Чтобы не подвигать Допустим Необразованных евреев К нарушению То есть Если они видят Что ты в кипе И что-то грубо нарушаешь То они скажут Вот человек в кипе Нарушает А чего мне нельзя Да Тут такой воспитательный момент Который может влиять На окружающих Не подавай дурной пример Вот так То есть Если ты нарушаешь То не учи этому других А вам приходилось Работать по субботам В Воронежской консерватории В Воронеже Вы знаете Не в консерватории А в театре Да В театре Вы знаете Когда я там работал С этим считались И меня не привлекали Меня не привлекали В субботу Или же Я пел спектакли Которые уже были вечером То есть Мастер-шаббат Мастер-шаббат Да Вот с этим считались На самом деле Считались сильно Вот Да Про Целюкатипе Как возник Целюкатипе Ну собственно Это все расцвело Из Восстановления Нашей синагоги Потрясающей И когда Синагога была восстановлена Было торжественное открытие То приезжали Дипломаты Послы Представители властей Меценаты Спонсоры Те кто участвовал Ну невероятная Стало Ну Престижнейшим местом В Воронеже Туда потянулись все Вот Грандиозное внимание Было приковано И была церемония Открытия На которой мне довелось петь И был Герман Хан И другие люди Все сидели Вот в первом ряду Буквально передо мной С этого все началось Я Уже сейчас не вспомню По-моему Ну Хазанут Я пел духовное Я пел псалмы Я пел произведения Из нашего Из нашего Еврейского репертуара Да Теперь В один из Как непосредственно Произошло Знакомство с Сашей К нам приезжал Из хоральной синагоги Равин Шимон Левин Да Он приезжал к нам Гостил у нас в общине Был у нас в синагоге И Это был Будний день Да Мы собрались за столом Я запел Я часто там пел за столом Меня люди любили слушать Очень Я запел псалом И он Стоя за колонной Заснял меня на телефон И эта запись Попала К Саше Цолюку И Саше Цолюк Начал меня искать И вышел на меня Очень быстро Вот с этого Началось наше знакомство Вот И он позвал меня Пригласил Первое наше выступление Состоялось Он мне прислал Ноты И запись Хасидского Кадиша Такое Темповое Техничное Произведение Ля Кантера В сопровождении хора И наше первое выступление Состоялось Не больше Не меньше В зале Чайковского В зале Чайковского Мало того Оно состоялось Без репетиции Вот Саша же Неимоверный трудоголик Мегапрофессионал Гениальный хормейстер Глыба Кантерского искусства Для этого Бестра и величия Это человек Перфекционист И вот Первый раз Приезжает К нему Человек Такой Как я Исполнитель Нам надо спеть Я приехал Предельно Поздно Очень близко К концерту Репетиционное время Которое было Нам отведено На сцене Зала Чайковского Кто-то Присвоил Нам не дали Выти порепетировать Даже разок Мы сидя с ним Пошептались В коридоре Над нотами И эту сложную Темповую Композицию Вышли И спели Это был Наш первый Боевой опыт На сцене И с тех пор Слава богу Мы уже Одиннадцатый год С Сашей Очень успешно Сотрудничаем Мы с ним Такие Сросшиеся Партнеры Сросшиеся Единомышленники Колоссальные В этом деле В искусстве Мы чувствуем Я лично чувствую Что Творец Отвел нам Роль Отдал нам Работу Это вот Популяризация И Донесение Вершин И красоты Божественной Еврейской Духовной музыки До всех Вот здесь В России И в мире Мы начали Гастролировать С Сашей Мы объехали Мы были во Франции Мы были в Германии Много раз Мы были в Польше Были в Австрии Мы давали концерты Вы знаете Ну Слава Богу Нас на сцене Всегда Сопровождает Очень большой успех Мы видим Мы слышим Аплодисменты Мы видим слезы В хорошем смысле слова Да Людей Наша музыка Проникает В сердца То есть Реализация у нас Колоссальная Реализация Сценическая С ним У нас невероятная Человек Подвижник Вот Настоящий Подвижник Искусства Не бизнесмен Но Гениальный Музыкант Друг Явление Я вижу Одним Из смыслов Того Что Скрытых Даже от меня Самого Моего Возвращения В Россию То что мы с ним Встретились Потому что На сегодняшний день В мире Нет Коллектива По своей Творческой Профессиональной Мощи Похожего И Схожего С этим И Нету Столь удачного Сочетания Как вот Между Этим коллективом И мной А я говорил Я Чувствовал Это Мы как будто Сшиты Друг для друга Созданы Скажите А вас Пытались угнать У него Погонять Это знаете Вот Вот в этом смысле В смысле Угнать Угнать Как автомобиль Имеется ввиду Что ведь Помимо Того Чем вы занимаетесь Сейчас Есть еще Оперная Сцена Которая Приносит Прибыль Которая Приносит Славу Которая Приносит Ну Самоудовлетворение В хорошем смысле Но я не закрываю Для себя Оперную сцену И еще Дай бог В лучшие Времена Которые Очень надеюсь Наступят Я продолжу Оперное искусство Я из него не ухожу Ну то есть Вам не мешает Выступать В капелле С капеллой С капеллой И Не мешает Сольно Не мешает Сольно Не мешает Я и классический Певец Оперный И Кантор Прежде всего Кэши Кантор Начинал как Кантор Я На вашей Страничке Ватсап Увидел фотку И вы стоите То ли это Жигуль То ли москвич Это москвич 412 Зеленый Уфимская четверка Это да Это москвич Ишкомби Ижовский Ижевский Ижевский Да Ишкомби А почему Это Почему не на сцене Вот Вы во фраке Почему Вы знаете Это моя вторая Натура Я заядлый Автомобилист Механик Обожаю Советские Старинные Автомобили Я их собираю У меня есть 21 Волга Выкупленная У одного Дедушки Который выиграл Ее в лотерею В 60 Каком-то там В шестом году Да Можете себе представить Да Потом Машина с хорошей судьбой Потом у меня есть 401 Первый москвич 54-го года Горбатенький Горбатенький У которого двери Вот так Открываются Да Я очень люблю Для меня это Не просто техника Для меня это Живая история Нашей страны А где вы храните Эти машины В гаражах В вроде же Я приобрел гаражи Хорошие Теплые Сухие Вот У меня много Запчастей Вот Это не реклама А вы Вам удается Их выгуливать Сейчас редко Они у меня сейчас На каждой на разном Этапе реставрации Но я У меня есть мечта Закончить реставрацию И пригнать их сюда Весной В Москву Проехаться на них По Москве Вот Это для души Это для души Не на продажу Вот Я очень хочу Их восстановить полностью Потрясающие автомобили Потому что Ну во-первых Они для меня Это живая история Это наши деды После войны Шли на заводы Их делали И это машины Которые В частности Москвич 401 Простоял В гараже С 76-го года То есть С моего рождения Да И Когда я его Выкатил Да У него загусло И рассыпалась Рассохлась Вся тормозная жидкость Но Мотор у него Завелся с полтыка Просто С полоборота Как будто машина Ехала вчера Притом Не залипли кольца Не потерялась компрессия Сработала электрика То есть Заработали все Абсолютно новый был Нет Какой Не новый Совсем Не новый Он был бэушный Ой Хорошо бэушный Но с 54-го года 64-й Ну лет 15 Он проездил Да Да Конечно Он проездил Но Вы представляете Машина Любую иномарку Поставь на столько лет Несколько лет В гараж Ты никогда Абсолютно Да месяц Не ездишь на машине Уже выезжаешь Где-то что-то Скрипнуло Где-то Я поставил Новый аккумулятор Слил Остатки Старого бензина Залил новый Вот Надел провода Трамблера Они были Завернуты В пластыре Там были подписаны Даже Ну он был Педантичный Дедушка Хозяин Вот И Он завелся Он завелся Там все Вокруг там Дядьки собрались В гараже Думали Ну сейчас он там Чихнет Пыхнет И сдохнет Нет Ничего подобного А с тормозухой Что делать Ну что Меняли шланги Заменили шланги Потому что они Внутри Просто разрушилась Уже резина А вы Вам кто-то говорил Качай Ну там Я с друзьями Это делал Конечно Качай Качай Стравливали все Промывали систему Разумеется Еще Да Еще Стоп Держи Это очень интересно Мне это очень нравится Мне это очень согревает Вот И Шкомби У меня есть Тоже замечательный автомобиль Каким Какой Недвижимостью Вы уже Обросли Обзавелись Ну Знаете Мы в процессе Вот сейчас Когда Знаете Я никогда не люблю Показывать пол работы Когда что-то По-настоящему Свершается Тогда Я раскрываю Хорошо Какой состав Это и в Москве Или в Морознице И там И там Нет В Морознице Все Подожди Какой состав Вашей семье Я по-другому Вопрос хочу задать Я в лифте Ехал с вами И с вами была Какая-то красивая женщина Которая Что-то поправляла Да Да Она очень следит Она Имидж Мейкер Урис Да Кто это Это моя жена Юля Вот Она Прекрасная оперная певица Солистка Воронежского Оперного театра Ведущая Мэци Сопрано Мы собственно С ней познакомились Когда я работал там В театре Мы с ней были Партнерами на сцене Мы пели в Трубадуре Кстати первой моей Оперной партии Был Манрико В Трубадуре Верди Вот Она была Изучена С этого Все началось И развилось В то Что мы потом Поженились Но она гордится вами Да Я ею Мы друг другом гордимся И да У нас очень-очень-очень Хорошая семья И хорошие отношения Теперь давайте Поговорим Комплименты Мне кажется Что Только это не тост Более Мелодичного Голоса Я не слышал Спасибо Я на вас Залипаю По вечерам И мне это Придаёт Вот Мне это Дикое удовольствие Доставляет Я даже Слышал Ваше выступление В Израиле Когда вы были Очень-очень Юным Молодым Человеком Мне кажется Ну Не то чтобы Вы научились А вы развили То что вам дал Всевышний Как так Получилось Как Ну вот Почему Вот У вас так А у других Так Вы знаете Это дар Это дар Всевышнего Действительно Я никогда Не думал Что я буду Певцом Если бы мне Кто-то В те давние Времена Сказал Что я буду Профессионально Заниматься вокалом Что я Столь глубоко В это пойду Я бы сильно Посмеялся Мало того Будучи волтернистом Будучи Классическим Музыкантом Я даже Не помышлял Ни о каком Пении Вообще Это вообще Получилось Практически Случайно Дело в том Что кроме Того случая Что я вам Рассказал С Шимоном И тем Что мы с ним Спонтанно Запели Там Подвыпив И то что Он мне дал Телефон Моего будущего Учителя Там еще Была история Я Ну такая Промежуточная Что Я что-то там На кухне Готовил Дома В Израиле И по радио Звучал Повороте И он Выдал Какую-то Красивейшую Высокую Ноту И я Нарезая Что-то Просто Повторил За ним Я просто Повторил За ним Неосознанно Просто Вырвалось Вот это Был Первый Залп Авроры Который Да На это Обратила Кстати Мама Внимание Да Что У тебя Голосина Такой Да Почему Б тебе Не петь Но опять же Я никак Не Отождествлял Это Совершенно Произошло Помимо Меня Я Себя Абсолютно Не Готовил К этому Не отождествлял Себя Своё будущее С каким-то Вокалом С пением Вот Хотя Рос Фактически В оперной Студии Мама Много лет Работала Там Концертмейстером У разных Преподавателей Я Рос Среди Вокалистов И любителей И профессионалов Слышал Но это Никогда Не отождествлялось Для меня С самой А голос Это от Папы Или от Мамы Вы знаете Вот Тоже Хочу Об этом Сказать У меня Оба родителя Являли И являются Полной Противоположностью По Отношению К музыке Мама Это Абсолютная Музыка Отец Полное Отсутствие Слуха Полное Вообще То есть Если я пошел В сторону Папы Ну просто Табун слонов По двум ушам То есть Вообще Нет Крайность Две противоположности Очень большие Пересилила Материнская линия В этом отношении Сила голоса Сила связок Больше связана С дедом Дед Дед хоть и не пел Но он пел Под свою скрипку Украинские песни Которые он любил Но естественно пение Но мощь Могучая Вот Связок Сила голоса Была у него Колоссальная Я считаю Что генетика Генетика У меня Во многом Его Военного Человека Военного Офицера Капитана Первого ранга Второго ранга Извините Похожи Похоже Нам Говорил Влади Блайберг Вы знакомы С ним? Это израильский Певец Не знаком А, да, и у него голос от папы, украинца, а мама еврейка, вот похожая ситуация. Да, 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 это вот такая смесь. Вот мощь именно, мощь и сила, это от деда, это от него, сто процентов. Слух и музыкальные способности, да, это материнская линия, сто процентов. Как вы планируете реализовать себя на оперной сцене? Планирую, вполне планирую, надеюсь, надеюсь на лучшее время, ну, в политическом смысле, военном. Когда, может быть, мир войдет в более нормальное состояние, я надеюсь проявить себя как оперный артист за рубежом в Европе вполне возможно. Ну, как русский человек за рубежом, или не факт, или как израильтянин, который живет... Вот, вы знаете, вся информация обо мне абсолютно открыта. Я везде остаюсь и русским, и израильтянином. Эти две страны, это две мои страны. И для меня крайне принципиально, что любое проявление моей оперной карьеры не может быть завязано ни на какую политику, ни на какое отрицание или осуждение моей страны, России. Вот это для меня очень жесткая оппозиция, совершенно принципиальная. Я ни в коем случае не променяю свою совесть и не буду петь где-то за хорошо пройденный тест на лояльность. Это не мое. Да, я, можете сказать, израильский певец российского происхождения или российский певец, российский музыкант с израильским прошлым и настоящим, как угодно. Вот, это два моих дома, родина, это родина, там историческая родина. Вот и все. Для меня это важно. Можно вашу ладонь? Да. Если вам на ладонь положат таблетку бессмертия, что вы с ней сделаете? Таблетку бессмертия. Вы знаете, бессмертным вряд ли, если была бы возможность, я бы эту таблетку, может, разделил бы, насколько возможно, чтобы помочь, может быть, нескольким больным детям, смертельно больным, которые могли бы благодаря этому прожить нормальную человеческую жизнь. Вы понимаете, выпить ее одному самому, мне кажется, Всевышний не заложил в нас необходимости и стремления быть бессмертными. Вообще, когда уже борода начинает сидеть, то начинаешь чувствовать, что эта земная жизнь, она конечна, и в ней надо кое-что успеть сделать важное. Но нету самоцели стать каким-то бессмертным или вечным. Если можно, если была бы такая возможность, то кому-нибудь помочь остаться, кто слишком обделен жизнью, получить кусочек нормальной, хорошей человеческой жизни, выправить это положение, если это реально. А если бы передать кому-то одному, кому бы вы передали? Кто достоин жить лично? Мне трудно ответить. Анатолий Вассерман сказал, что я отдам ее Путину. Ну, это просто как пример. Вот мне честно трудно ответить на такой вопрос, даже не буду отвечать. Хорошо. Давайте мы зафиналимся тем, с чего начали. Нет, сначала я прошу вас обратиться к нашим зрителям и что-нибудь им пожелать, в первую очередь, израильской части нашей аудитории. Что они должны запомнить? Вот прям в камеру можно. Именно израильской части? В первую очередь, да. Я знаю, пожалуй, да. Я хочу пожелать, так как вот наша историческая родина, Эра Цесраэль, Святая Земля, для очень многих, наверное, для большинства из нас стала... Мы же большинство составляют те, кто не родился там. Мы все имеем свой багаж страны исхода, откуда мы пришли, откуда Всевышний удостоил нас взойти в Святую Землю. Я хочу пожелать всем, кто нас видит и слышит, любви к Эра Цесраэль, к Святой Земле, растущей к ней привязанности, но в то же время не потерять связи со страной исхода, не потерять связи с Родиной. Это очень важно, потому что без прошлого, без корней нет будущего, по моему мнению, в всяком случае. А теперь закончим тем, с чего начали. Пожалуйста. Да. Чем? Песней. Мы эхо. А, мы эхо. Да, знаете, я все слова не помню. Ничего. Можно другую. Мне кажется, порою, что... А можно я просто спою о соле мио? Давайте. Замечательно. Да? Да. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, дорогие друзья! Я выбрал именно эту песню, потому что на нашей святой земле очень много солнца. И пусть оно улыбается вам всем и нам, даже в нашей заснеженной Москве. Спасибо вам, друзья! Спасибо!